всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодняшний рецепт для тех кто хочет подружиться с дрожжевым тестом очень просто очень вкусно и очень быстро ну сравнение конечно с другими дрожжевыми рецептами поэтому давайте быстренько начнем для пирога мне понадобится мука сливочное масло сахар молоко яйца соль дрожжи и ванильный экстракт это были обязательные ингредиенты а теперь необязательные сливки и клубника она вообще только для украшения ну чтобы внешний вид пирога был такой эффектный ладно поехали молоко надо немного подогреть градусов до 30 35 вообще говоря оптимальная температура для работы дрожжей 28 градусов но сейчас я в это молоко добавлю дрожжи сахар муку ну и в большом количестве будущее перемешивать и за это время молоко естественно немножко подостынет подогрелось что касается дрожжей я использую свежие прессованные если будете брать сухие открывайте новую пачку сухие дрожжи хранятся пакетики так сказать в спящем виде когда пакет открываешь дрожжи начинают впитывать влагу из воздуха и просыпаются а есть ты пакетики ничего соответственно не погибают теперь немного муки и немного сахара вот и получается решили приготовить тесто взяли дрожжи из пакетика который уже месяц у вас в открытом состоянии где-то валялся положили сколько требуется по рецепту а тесто вас походит плохо а все потому что половина то и три четверти дрожжей что вы добавили уже давно передохли все пусть они просыпаются пусть начинают свою работу а я продолжу как я это надо сболтать до однородности и сразу же добавить соль что прастворялась пока иногда меня спрашивают так вот я отвечаю никогда не использую единственную соль в готовке хотела там и мало но я его например в изделиях очень хорошо чувствую если вы живете в районах где йода явно недостаток конечно и используете но на мой взгляд на вкусе это сказывается отрицательно теперь можно сюда вводить размягченное сливочное масло да я не сказал вначале из 150 граммов масла по всему рецепту 100 надо размягчить при комнатной температуре а 50 отправить в морозилку немного муки и опять перемешать отлично теперь ванильная эссенция немного по вкусу и перемешать до однородности с количеством от ванили сложно давать точные советы потому что концентрация аромата у разных производителей очень отличается так что верьте своему носу и своему революционному чутью так что мне с дрожжами смотрите какая красота потому что свежие и правильно хранились вам со своими надо ориентироваться не на время а на интенсивность подъема как вот шапка пышная поднимется значит можно продолжать а теперь собственно замес теста тут никаких сложностей добавляем муку и вымешиваю добавляю и вымешиваю тесто получится в результате очень влажные и клейко и собственно первый этап завершён накрываю тесто полотенцем чтобы не заветривалась и отправлю в теплое место без сквозняков без сквозняков это меня духовка лампочку включу и тепла как раз хватит надо дождаться когда тесто поднимется минимум вдвое если дрожжи хорошие то это займет минут сорок ну максимум час ждем продолжаем разговор беру форму для выпечки размер 20 25 сантиметров диаметре выстилаю дно бумагой берите такую который тесто не приклеивается или саму форму можно как следует смазать маслом я вот стенки смажу кстати насчет бумаги я перебрал целую кучу разных производителей пока не подобрал действительно хорошую бумагу а теперь сюда выкладываю тесто у вас какой рибкой его надо постараться еще разровнять более-менее как получится да еще задачками же прочим руки можно смазать растительным маслом чтобы проще было а теперь накрыть полотенцем и отправить на расстойку в теплое место в этот раз микроволновку потому что духовку уже надо разогревать до 180 190 градусов я же за время перекладывания и разравнивание теста из него весь углекислый газ выдавил поэтому нужно дать время дождям как следует поработать и опять изделие поднять займет это минут 40 час ну зависимости от подъема силы ваших дрожжей подождем пошло 50 минут начинаем очередной этап сейчас надо приготовить сладкую засыпку я воспользуюсь такой вот насадкой на блендер замороженное масло и сахар я конечно при определенной сноровки можно масло сахаром просто ножом порубить парочку жухов и все готово малая механизация на кухне ощутим упрощает работу теперь надо подготовить пирог окунаю палец масла и делаю проколы и засыпаю подготовленной масляно-сахарной смесью а теперь в печь в зависимости от размера формы ну и соответственно толщины и слой теста печем 25-30 минут сначала с паром можно стенки духовки водой обрызгать тогда тесто сильнее поднимется впрочем об этом я уже в сотне своих роликов протест вам рассказывал и еще не полагайтесь на термометр вашей духовке в бытовых они врут безбожно если у вас гораздо раньше чем я назвал тесто снаружи зажимянится не надо его жечь вытаскивайте конечно продолжаем процесс пирог подрумянился быстренько наколю его зубочисткой вот так и залью сливками и опять духовку еще на 5-10 минут на самом деле вот эта заливка сливками не обязательно пирог уже вкусный если вы хотите сократить количество сдов употребляемый то смело это там выбрасывайте доставайте дайте ему остыть и наслаждайтесь пирог пропекся я его вытащил и уже дал остыть вот такой он имеет вид осталось только качать украшение и это сделаю при помощи готовых вспененных сливок и клубники и мяты конечно вот так пирог конечно же жутко калорийный после его поедания обязательно придется провести не час и не два мучая себя аэробной нагрузкой ну черт возьми какой же он вкусный так клубничинку я уберу пока и откушу кусманчик нежнятина даже без вот этого украшения даже без заливания сливками это уже потрясающе вкусный пирог вот это вот сахарно-масляная корочка слегка похрустывает сам он насыщенно сладкий влажный такой а уж пропитанный сливками просто просто какая-то феерия вкуса так что смело готовьте осваивайте дрожжевое тесто вам понравится ничего сложного как видите не нужно никаких особых прибамбасов для приготовления так что берите на вооружение отдельное спасибо тем кто ставит лайки кто ставить дизлайки делает репосты и кто комментирует мне приятно с вами общаться благодарность спонсору за предоставленные ножи и за стонскую поддержку вам за компанию всем пока